я привезла с дачи целую розетку крупного растения одуванчик и сейчас хочу использовать листья для приготовления салата для этого я сейчас оторву листья вот только листья мне нужно из этой розетки так вот их оторву помою их и положу минут на 20-30 соленую холодную воду все остальные части одуванчика мне сегодня не понадобится листьев здесь так бы это большой такой кустик был одуванчиковый и листьев здесь довольно много цветочки я не буду брать видите листья одуванчика такие рассеченные и ну я так полагаю что вот такие экземпляры одуванчика выращивают на полях франции испании для того чтобы использовать одуванчик как овощную лекарственную культуру там одуванчик культивируют у нас одуванчик растет как сорняк и мы относимся к нему как сорняку хотя это ценное пищевое и лекарственное растение вот я эти побеги цветочные удалю и вот у меня листья ведь они такие рассеченные хорошенькие свеженькие листочки я их использую для приготовления салата сейчас я их вымою и вымочу в холодной воде вот я в литре воды холодной растворяю столовую ложку соли у меня морская соль и опускаем сюда промытые листья одуванчика оставлю их пока все остальное будет готовиться оставлю их где-то примерно минут на 20-30 за это время горечь которая есть в одуванчиках уйдет до шляги у меня крапива я ее тоже сейчас постараюсь вымыть тщательно мою тоже холодной водой листья крапивы жгут поэтому обжигают руки могут вызвать аллергию у людей но правда помыть их обязательно нужно потому что вы хотя она у меня и росла почти как на грядке все равно на ней пыль может осесть поэтому я ее промываю и сейчас здесь примерно 100 грамм крапивы листьев красивые но вот такие вот кончики молодых побегов могут сохраниться я сейчас эту красивую промытую опущу в кипяток подсоленный и буду варить около 10 минут крапива отправляется в закипающую воду я ее закрою крышкой и она у меня поварится около 10 минут а дуванчик отстаивается в соли а крапива будет вариться сейчас выставлю на таймере время чтобы не ошибиться и на 10 минут и через 10 минут вытащу крапиву прошло 10 минут моя крапива сварилась я сейчас процежу ее видите какой зеленый отвар можно оставить небольшое количество отвара и потом приготовить ореховый соус но я расскажу еще в каких-то видео о том как готовить ореховый соус но мне сегодня не понадобится я просто отварила крапиву и буду использовать вот эту отварную крапиву я промыла крапиву немного холодной водой потому что мне не совсем нравится такой крапивный привкус если ее не помыть вот сейчас она стечет и уже можно будет готовить салат для сегодняшнего салата мне понравится понадобится вот крапива ее было примерно 100 грамм я ее отварила и отжала промыла и отжала небольшой пучочек укропа половину большого огурца или один средний огурчик 4 ледиски 2 яйца и одуванчики которые у меня еще отмокают пока одуванчики отмокают я сейчас нарежу уже подготовые ингредиенты мелкими кубиками порежу яйца я вот так это делаю ладошки разрезаю и потом аккуратно нарезаю в салатницу соусом может послужить любой соус который вам нравится может послужить соус майонез а может послужить соус особенно домашнего приготовления может послужить соус приготовленный из растительного масла уксуса сахара и соли я буду сегодня использовать майонез сейчас нарежу редиску небольшими брусочками огурец крапиву и в конце потом добавлю укроп я сейчас нарежу все сейчас я режу крапиву нужно так постараться чтобы кусочки были приятные вам на по ощущениям то есть это не должны быть большие листья и не должны быть очень мелкие кусочки это она потом развернется и поэтому вот такими небольшими кусочками я разрезаю сначала поперек потом вдоль или наоборот подошла очередь одуванчика я сейчас нарежу одуванчик вот так поперек листьев нарежу только зеленую часть там где нет зеленой части у листочков я резать не буду в салат хотя можно он по вкусу ничем не уступает салату который мы посевному салату различных сортов которые мы высеваем на грядку может быть даже еще и вкуснее не зря его используют в пищу во многих странах потому что листья одуванчика содержит громадное количество макро и микроэлементов которые необходимы нам для поддержания здоровья в первую очередь здоровья кишечника с которым связано и состояние нашей иммунной системы и состояние нашего пищеварительного тракта вот так я нарезала листья одуванчика сейчас тоже их отправлю вот сюда в салатницу все все ингредиенты салатные у меня в салатнице я сейчас добавлю майонез и перемешаю положила в салатницу две столовых ложки майонеза сейчас перемешаю и посыплю сверху укропом вы можете подать как угодно его можно подать со сметаной подсолить и подать со сметаной можно я уже повторюсь растительным маслом и уксусом можно немного соевого соуса добавить то есть все зависит от вашего вкуса вот такой аппетитный салат у меня получился на основе одуванчика и крапивы приглашаю вас попробовать салат из даров природы из дикой природы из той которую мы считаем сорняками приготовьте не пожалеете